Приветствую дорогие друзья всех на своем канале меня зовут Дмитрий сегодня у нас баня песчано-зольные ванны для наших перепелов устраивать эти мероприятия надо с постоянной регулярностью потому что как бы вы не содержали птицу на ней постоянно какая-то живность живет клещ, пухоед, пироед, всякая дрянь и эта процедура освобождает птицу от этого недуга и увеличивается яйценоскость делать их надо с постоянной регулярностью но не всегда получается то сырой песок, то зола еще не готова и вот как раз о золее хотелось поговорить свежая зола не настолько полезна как вредна в ней достаточно много разных веществ которые вредят птице щелочь, потаж, всякая разная дрянь но дело в том что со временем это все испаряется, выдыхается и поэтому использовать свежую золу не рекомендуется надо ее выдержать месяц, два, три, чем больше тем лучше еще кстати если зола намыкала, потом высыхала, то она теряет свои так скажем свойства пользуюсь я кошачьими лотками, очень на мой взгляд удобно, во-первых они быстро моются, здесь птице удобно, они без всяких там острых углов эта сетка у нас выступает сразу же ситом высыпаем заранее заготовленную золу она уже стояла достаточно давно по пропорциям в принципе здесь тоже много споров о том что как разводить кто-то купает вообще в чистой золе ну на мой взгляд это перебор так как зола все-таки это раздражитель, это щелочь, это всякая там дрянь это продукты сгорания все-таки, да есть ненужные вещества, которые раздражают слизистую глаза если одна зола, пыль осадает на глазах раздражение глаза обеспечено раздражение слизистые пищеводы дыхательных путей и так далее так что с зольной ванной мы можем не только ее поочистить птицу, но и навредить я развожу один к трем сухой песок, как видите он высох все замечательно золы на этот лоток в принципе достаточно добавляем песка все это перемешиваем также можно добавить сюда убираем камушки, которые здесь не нужны иначе они будут расширивать их также можно добавить сюда мела птица охотно склевывает песок, камушки она также будет склевывать мел, так что мы и купаем и кормим птицу мелом обогащаем ее кальцием еще у меня есть к вам один вопрос я использую вот этот лоток также его и не вынимаю то есть я кладу этот лоток вместе с этой решеткой то есть песок у меня сверху птица здесь баландается через эту решетку некое количество креща которая все-таки очистилась птицу шу она попадает в песок и остается там в глубине то есть где-то на один день я утром ставлю вечером вынимаю лоток он кстати постоянно забит яйцем птица любит там даже вместись так вот я к чему к тому что стоит ли вот этот лоток оставлять и кстати еще один момент обязательно после того как у вас этот лоток в клетке постоял эту смесь выбрасывайте не ставьте в другую клетку потому что этот песок будет кишить клещом и мы переставляя этот желаток во вторую клетку уже не чистим а заражаем птицу весь этот процесс занимает довольно таки мало времени если как говорится песок сухой зола подготовленная и пойдем перепилять их понаблюдаем насколько птица довольна и как она к этому относится если у вас есть время зола и песок обязательно устраивайте зольные ванны нет песка нет золы найдите сделайте это замечательно сказывается во первых на здоровье на яйценоскости потому что как бы вы не содержали птицу в таких условиях клетка не клетка клещ кухоедки раедки он все равно присутствует в больших или малых количествах на птицах эти процедуры обязательно это раз и во вторых хотелось бы сказать еще когда провалить эти процедуры я их делаю до того как чищу лотки с пометом то есть вот сегодня происходит что клещ часть клеща останется в песке который мы потом обязательно выбросим подальше от курятника его использовать во второй третьей четвертой клетке мы не будем подальше клещ который выйдет из-за того что она сейчас вся в зале ему деваться некуда он будет проваливаться в помет в поддоны и мы также в помет с клещом вынесем из курятника вот такая инфекция она проводится сразу же у меня два поддона я ставлю две клетки и завтра поставлю остальные убираю помет убираю песок убираем клеща из перепелятника я забыл про мел вот такой мел я добавляю кормовой мел добавляю туда в песок потому что птица с радостью склевывает песок и будет также склевывать мел склевывая мел мы еще обогащаем птицу кольцем можно также добавлять пищевую серу на 10 килограмм смеси 100 грамм серы у меня сейчас нету поэтому я ее как бы не пользую надо бы купить конечно и добавлять это тоже улучшает результат по очистке пироеда ну птице как вы видите нравится мне в принципе тоже нравится вот такое большое яйцо теплым пироортическим сразу в этом лотке ну а на этом дорогие друзья видео наше надо заканчивать уже вечереет птица довольна я не знаю насколько вам понравилось видео интересно было ставьте лайки заходите на канал подписывайтесь обязательно нажмите колокольчик чтобы не пропустить новое видео всего доброго до встречи на канале на канале до встречи на канале я иду до встречи на канале субтитры до встречи на канале я бы не хотел